Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем интервью министра иностранных дел Российской Федерации, представителем сербских средств массовой информации. Мы находимся в прямом эфире. Трансляцию интервью можно найти на сайте министерства, а также наших социальных сетях. Рабочий язык русский, перевод также осуществляется на английский и сербский языки. А сейчас позвольте мне предоставить слово шеф-корреспонденту Московского бюро сербской газеты «Вечерня новости» господину Бранко Влаховичу. Бранко? Бранко, вы нас слышите? Включите, пожалуйста, микрофон у себя в зуме. Бранко, я вас слышу. Отлично, и мы вас теперь тоже. Отлично. Уважаемый Сергей Викторович, добрый день. Я хотел бы задать вопрос, который касается санкций. Вы знаете, что Сербия, как и остальные в России знают, что Сербия не присоединилась с санкциями, но мне касается, мне интересует другое. Я выросли для вас сюрприз это, что санкции против России присоединились те балканские страны, которые были не так давно в хороших отношениях с Россией. Какой ваш прогноз относительно нормализации отношения потом с этим балканским странам? Ну, действительно, мы наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей кампании, которую некоторые западные политики называют тотальной войной против России, в которой все средства хороши. Отмечу только, что это началось далеко не сейчас, что последние, наверное, лет 10 Евросоюз в рамках своих отношений со странами, стремящимися вступить в это объединение, начинают требовать от них, и, наверное, сербы об этом хорошо знают, присоединения ко всем внешнеполитическим инициативам. А внешнеполитические инициативы Евросоюза в последнее время все больше имеют антироссийский характер. И здесь уже ничего общего нет с экономическим единым пространством, с внедрением норм верховенства права и так далее. Здесь исключительно идеологизированный подход, направленный на то, чтобы продолжать давление на Россию для того, чтобы подавить ее самостоятельность на международной арене, подчинить ее так называемым ценностям, которые Европа начинает уже достаточно давно внедрять, вопреки своим христианским корням. Я напомню, что когда писалась еще Конституция Евросоюза, ее потом не удалось принять, вместо нее приняли Лиссабонский договор, но когда писалась Конституция Евросоюза, в первом варианте она начиналась словами «Европа имеет христианские корни». И гранды европейские отказались поддерживать такую констатацию, перечеркнув свое собственное происхождение, свои собственные религиозные традиции. Они, конечно же, едва ли могут претендовать на то, что будут уважать религиозные традиции других вероисповеданий. Но мы видим, какое давление оказывается на балканские страны, мы видим, какое давление на Сербию оказывается по поводу присоединения к антироссийским санкциям теперь уже вот в этой новой ситуации, санкциям, которые охватывают практически все сферы экономической, культурной, гуманитарной, политической и прочей деятельности. И об этом подробно говорил президент Сербии Александр Вучич, несколько раз выступая публично и подчеркивая, что Сербия будет руководствоваться своими интересами. Таких стран, кстати, немало и в Евросоюзе. Упомяну в выступлении недавний премьер-министр Венгрии господина Виктора Орбана, который сказал, что Венгрия будет отстаивать венгерские интересы. Но вот эта многонациональная бюрократия, которая себя воспроизводит сама и находится в Брюсселе, пытается подчинить себе все государства без исключения, пытается все усилия, все действия по установлению норм сконцентрировать в штаб-квартире Евросоюза и лишить страны-членов максимального количества действий, которые они могут принимать самостоятельно. Я считаю, что эта линия ущербна. Она в очередной раз показывает, что в сути своей Евросоюз имеет определенную тенденцию к укреплению автократии в лице Брюсселя по отношению ко всем странам-членам. И когда завлекли в санкционную войну упомянутых вами балканских государств, Черногорию, Северную Македонию, посмотрите, их привлекали посулами быстрого сближения с Евросоюзом, но этого не произошло. Их втянули в НАТО, их втянули в антироссийские действия, в антироссийские компании, ну и как бы похлопали по плечу, сказали «Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе». Это серьезная проблема. На кону, в общем-то, стоит репутация Евросоюза и истинные цели его политики на Балканах. Кстати, по моим наблюдениям, Соединенные Штаты отдали Балканы на откуп Евросоюзу. Их полностью устраивает та агрессивная антироссийская линия, которую Евросоюз проводит. Вспомните хотя бы высказывание предшественницы Жозепа Борреля, Федерики Маггерини, которая обвинила Россию в слишком большой активности на Балканах и заявила о том, что если Евросоюз начал работать на Балканах, то другим здесь не место. Ну и примерно те же идеи продвигает и сменщик Федерики Маггерини, Жозеп Боррель, который всегда призывает не допускать укрепления отношений России с теми странами, где Евросоюз считает себя хозяином положения. Поэтому мы видим попытку на Балканах в том числе, но далеко не только на Балканах, в других регионах мира практически повсюду, попытку США, Евросоюза, НАТО навязать свою гегемонию. Я убежден, что большинство стран мира понимают, что это путь, который загоняет всех в тупик и из которого придется искать выход. Но еще раз подчеркну, страны, не так много стран на европейском континенте, которые могут считать себя суверенными и самостоятельными. И те, кто отказывается ради своих национальных интересов присоединяться к санкциям в интересах других государств, я считаю, имеют полное право называться самостоятельными государствами, какими бы размерами эти государства не характеризовались. Спасибо. Мы переходим к радиотелевидению Сербии, РТС. Госпожа Билина Радулович, прошу вас. Городный номер, мистер Лавро. Планировала ли Россия, что будет подобная изоляция, потому что сейчас и потери в своей армии, о которых мы редко получаем точные сведения? Я напомню, что санкции против России никогда не прекращались. Мы жили в советское время под санкциями КАКОМ, Комитет по координации экспорта, которым Запад всячески пресекал закупки, поставки в Россию высокотехнологичного оборудования. Мы жили очень долгие годы под поправкой Джексона Веника. И когда ради того, чтобы мы смогли вступить во Всемирную торговую организацию, в чем были заинтересованы и США, и другие западные страны, эту поправку Джексона Веника отменяли, и тут же, без каких-либо пауз и перерывов, была найдена замена. Акт Магнитского, который продолжил традиции санкционного давления на Российскую Федерацию. И до 2014 года эти санкции действовали, а уж после государственного переворота в Киеве, который произошел вопреки гарантиям, дававшимся со стороны Евросоюза, и при прямой поддержке Вашингтона, теперь уже в этом нет никакого сомнения, когда этот госпереворот привел к возмущению и в Крыму, и на востоке Украины, и когда крымчане для защиты от направившихся на полуостров вооруженных боевиков провели референдум и вернулись в Российскую Федерацию, а на востоке Украины также были провозглашены республики, которые отказались принимать антикоиндиционный государственный переворот, то тогда во всем обвинили опять же Российскую Федерацию, что означает... Запад был разочарован тем, что его план по окончательному освоению Украины под свои антироссийские нужды провалился. Поэтому санкции, которые были введены, они означали просто раздражение Запада тем, как его план провалился. И наш президент не раз говорил, что с тех пор санкции накатывали на нас ежемесячно, по крайней мере раза два-три в год, и Евросоюз, и Соединенные Штаты. И я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель-то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно. Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал, взрыв пещерный, без преувеличения пещерной русофобии, которая проснулась практически во всех западных государствах, и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают. Я знаю, что есть здравомыслящие деятели в странах Евросоюза, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии, которые напоминают о том, что 80 лет назад, даже чуть больше, в Европе уже происходило подобное отношение к определенной национальности. И напоминают, чем это закончилось, но та одержимость, которая охватила практически все страны Европы по отношению ко всему русскому, к культуре, искусству, образованию, просто к российским гражданам, как только они заговаривают на своем языке на улицах многих стран Европы, вы знаете, какие происходят события. Это, конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это вот пещерное нутро русофобии, которое, оказывается, жило очень долго, потому что просто так за один день пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы. Что касается изоляции, никакой изоляции нет. Об изоляции говорят те, кто ментально, идеологически смирился с неизбежностью диктатуры Запада на мировой арене. Эта диктатура поддерживается, прежде всего, самим Западом, который не хочет терять свои позиции. Он был доминирующим игроком в мире все 500 с лишним лет. Сейчас пришла другая эпоха, объективная эпоха формирования многополярного миропорядка. Поднялись страны, которые сейчас являются по-настоящему центрами мирового экономического развития, которые являются странами, проводящими политику национально ориентированную, странами, которые не хотят воспринимать какие-то обезличенные неолиберальные ценности, которые всему миру Запад пытается навязывать, а которые хотят руководствоваться своей историей, своими традициями и своими ценностями, в том числе религиозными ценностями, которые, по большому счету, у всех мировых религий являются общими. Поэтому у нас партнеров огромное количество и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке. У нас доброе отношение с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами. И, конечно же, среди этих организаций Африканский союз и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, ассоциации государств Юго-Восточной Азии АSEAN и многое-многое другое. Ну и напомню, что в одном из, а, наверное, не в одном из, а в наиболее важном, наиболее стратегически развивающемся регионе, имею в виду Евразию, созданы и успешно функционируют организации с участием Российской Федерации, такие как Содружество независимых государств, Евразийский экономический союз, Организация договора коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. И во взаимодействии с той же АSEAN эти структуры активно продвигают взаимодействие между собой, развивают сеть кооперационных проектов и в увязке, в том числе с китайской инициативой «Одного пояса, одного пути» мы выстраиваем большое евразийское партнерство. С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования. У нас развивается особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, ну и связи практически с подавляющим большинством стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, как я уже сказал. И обратите внимание, что Запад пытается показывать так называемую изоляцию, в которой якобы оказалась Российская Федерация, путем предъявления всем арифметических результатов голосования в ООН. Мы знаем, как эти результаты достигаются, мы знаем, какому беспардонному шантажу подвергаются развивающиеся страны, какие угрозы звучат в адрес лично представителей этих стран в ООН и в других организациях. И это для нас означает только одно, что Соединенные Штаты и Запад, те страны Запада, которые подыгрывают такому грубому, без неприкрытому шантажу, сами боятся оказаться в изоляции. Если уж по-честному, если они так уверены в своих идеалах, в своих ценностях, которые сами по себе пробьют себе дорогу в сердца и умы всех стран, всех граждан, всех стран всего мира, то пусть они излагают свои позиции и пусть позволят странам, которым они обращаются, делать выбор. Эти страны знают и позицию Запада, они знают позицию России, знают позицию Китая, позицию других крупных мировых игроков. Пусть они выбирают свободно, без какого-либо давления. Потому что, вы знаете, тут недавно президент Байден заявил, будучи в Европе, что мы вступаем в эпоху долгого противостояния демократии и автократии. Если вы посмотрите, как функционирует современный Запад, страны, которые провозгласили себя эталоном демократии, и как Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу и не только руководят Североатлантическим альянсом, они, по сути дела, руководят Европейским Союзом, используя Евросоюз, его инфраструктуру, его потенциалы в интересах укрепления военных политических позиций США на Старом Континенте. И если уж говорить про демократии и автократии, то вот это вот сообщество демократий в виде США, НАТО и Евросоюза являет собой, вот как единое целое, а оно стало единым целым под американским командованием. Вот это сообщество демократий по отношению к другим представителям мирового сообщества является откровенной автократией, если не диктатурой. Не случайно, когда мы с нашими западными коллегами дискутируем, когда они долгие годы призывали нас к тому, чтобы мы, как и другие страны, тоже призывали американцы, обязательно давайте дома обеспечивайте верховенство закона, демократию в том виде, в котором США ее понимают. Но как только вы им предлагали, давайте поговорим о демократии на международной арене. Ничего подобного, никакой демократии на международной арене быть не может. Они даже отменили сам термин «международные права», который предполагает прежде всего уважение принципов Устава ООН и в первую очередь принципа суверенного равенства государства. Да и, ну, в общем-то, наплевать хотели наши западные коллеги, извините меня за грубое выражение, но суверенное равенство государства. И на международные права в том числе. Они этот термин уже не употребляют. Они говорят сейчас о том, что все страны обязаны выполнять, следовать законам миропорядка, основанного на правилах. Вот и все. И вы почитайте, как они эти правила трактуют. Правила означают только одно, что их эти правила устанавливает Запад, все остальные должны подчиниться. Типичный, типичный пример автократии, диктатуры, использующей ультиматумы. Поэтому мы себя не ощущаем в изоляции. Мне кажется, что в изоляции ощущают себя те, кто не представлял себе жизни без этих так называемых западных ценностей и без того, чтобы их с постертыми объятиями, ну, или там более-менее благосклонно принимали на Западе. Есть в этой жизни гораздо более важные вещи. И этими гораздо более важными вещами руководствуется подавляющее большинство стран и цивилизаций на этой планете. Надо уважать друг друга, а не пытаться всем навязать, причем грубейшими методами, свои собственные псевдоценности, которые появились, в котором без году недели, которые появились, когда развился неолиберализм, и которые просто пытаются подавить тысячелетиями создававшиеся культуры и цивилизации. Это путь тупиковый. Да, он продолжится, эти попытки продолжатся какое-то еще время. Наверное, это будет некий исторический период. Но в историческом плане эта линия обречена. И именно она окажется в полной изоляции в стратегическом смысле. Журналистка газеты «Политика» Билина Митринович Рашевич. Прошу вас. Рада вас видеть. Благодарю вас за приглашение. Я знаю, что у России сейчас есть более важные вещи, о которых стоит беспокоиться, но своя рубашка ближе к телу. Сейчас Сербии приходится гармонизировать свою внешнюю политику. Она не вводит санкции против России. Для нас Россия – это самый важный внешнеполитический партнер, когда дело заходит об отстаивании нашего суверенитета в международных организациях. Как вам видится возможное лавирование Сербии между двумя геополитическими полюсами? И есть ли у этого явления временные ограничения? В общем-то, не пристало отвечать за те решения, которые принимает Сербия, которые принимает сербское руководство, которые принимает сербский народ. Мы по-настоящему братские народы. Нас объединяет общая история, общие победы против общих врагов. И мы ощущаем, насколько глубоко эти чувства укоренены в душе сербского народа, в его исторической памяти. И наблюдаем это в том числе и сегодня. Я хочу вернуться к тому, о чем я только что говорил, отвечая на предыдущий вопрос. Мы никогда не навязываем чего-то силой. Запад пытается навязать Сербии свою линию, свои интересы именно силой. Силой экономического давления, силой угроз, шантажа, силой ультиматумов относительно того, что если вы хотите в Евросоюз, то вы должны занимать антироссийскую линию. Это неприлично. Так себя вести вообще нельзя. Ни в обществе, ни дома, ни с друзьями, ни на международной арене тем более. Когда всем пытаются выломать руки. И президент Вучич не раз обращался к этой теме, к этой проблеме. Он честно говорил, что Сербия – небольшая страна. Но у Сербии есть своя гордость, есть свои интересы. Эти интересы сейчас пытаются просто задвинуть и сделать вас инструментом политики Запада. Так же, как это произошло с Северной Македонией, с Черногорией, как пытаются сделать с Боснией-Герцеговиной. Поэтому я могу только сказать одно. Мы глубоко уважаем сербский народ, глубоко уважаем его приверженность своим традициям, своей историей и своим историческим друзьям. И я убежден, что сербский народ продолжит делать мудрый выбор в любой ситуации, руководствуясь прежде всего своими коренными интересами. Корреспондент информационного агентства «Танюк» Марко Ивос, пожалуйста. Благодарю вас за возможность задать вопрос. Готов ли президент Путин сесть за стол переговоров с президентом Зеленским? Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта вот кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго возревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем. Поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно. И не зря, как только украинская сторона после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились, эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме после целой серии видеоконференций, и мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей. Прежде всего, это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, который продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданской инфраструктуры, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов, и как гибли мирные люди, тысячами гибли мирные люди все эти долгие годы. Но просвещенный Запад молчал, лишь призывал к тому, чтобы выполнять минские договоренности, а когда Киев сказал, что минские договоренности он выполнять не будет, Запад стал говорить, ну тогда пускай Россия их выполнит. Это просто издевательство над здравым смыслом, над международным правом, над правами человека, над чем угодно. И поэтому, когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться Западом, осваиваться Североатлантическим альянсом в военном плане, в качестве угроз для Российской Федерации, физических военных угроз для Российской Федерации, чтобы Украина перестала быть страной, которую милитаризуют постоянно и пытаются там размещать ударное оружие, угрожающее Российской Федерации, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению неонацистской, нацистской идеологии, нацистской практики. Это очень хорошо известные примеры подобного рода явлений, причем они опираются на законодательство Украины. И в этом же ряду упомяну абсолютно дискриминационные, противоречащие Конституции Украины и всем ее международным обязательствам законы по запрету российского языка, использованию его и в сфере образования, и в сфере средств массовой информации. И в последнее время приняты законы, которые запрещают использовать русский язык, по сути дела, в обыденной жизни, в повседневной жизни. То есть и демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся. И я надеюсь, что на украинской стороне есть понимание пагубности тех явлений, которые там пышным цветом расцвели после того, как Украина стала независимой, и как в ней стали возрождаться тенденции поклонения нацистским преступникам, Шухевичу, Бандере. В ней в рамках так называемой декоммунизации сносили памятники тем великим людям, которые освобождали Украину от нацистов. В ней стали формироваться при помощи западных инструкторов так называемые национальные батальоны, которые не только носили на форме своих военнослужащих нацистскую символику, но и на практике осваивали нацистские методы ведения войны. Вот если вы видели, как обходятся сейчас с российскими военно-пленными нацисты украинские из батальона Азов или Айдар, я думаю, вам все станет понятно. Поэтому встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы, Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну, хоть что-то. Но сейчас главное прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать видимость переговоров, создать видимость решений. Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу же после их подписания в феврале 2015 года. И в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс, мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится. Нужен результат по итогам переговоров, который будет закреплен президентом. Бранко Влахович, вечерние новости, прошу вас. Мой второй вопрос касается наемников в Украине. Сейчас об этом говорят не только в России, начали говорить и в мире. Нам он интересен, и поэтому, что в Сирии на стороне исламистов воевали сотни граждан Косовы, Боснии и Герцеговины. Запад не критиковали за это ни Приштину, ни Сараеву. Сейчас такие люди захотели воевать и в Украине, и вместе с ними хорватские добровольцы. Косовское, албанское руководство и структуры Приштина подружали Киев. Хотели бы услышать ваши комментарии на счет этого? Мы были среди тех, кто долгие годы предупреждал западных партнеров о том, что на Балканах, в ряде стран на Балканах активно действуют вербовщики так называемого исламского государства, других террористических формирований. предупреждали о тех последствиях, которые подобного рода попустительства может иметь для самой Европы. Известна статистика. Например, Приштине принадлежит антирекорд по численности на душу населения и боевиков, которые отправились воевать в Сирию и Ирак. И нас слушать никто не хотел. Потом они удивлялись, наши западные коллеги, откуда взялись головорезы, которые устраивали террористические акты, буквально резню устраивали в европейских городах. Сейчас наемники, в общем-то, не ограничиваются Украиной, и они не ограничатся Украиной после того, как закончится их бесславное пребывание на украинской территории. И они ясно, абсолютно ясно, они потом потянутся в европейские города и продолжат там свою так называемую работу. Вы знаете, при этом и в Хорватии, и в Боснии и Герцеговине, да и в самом крае Косово участие в боевых действиях на территории иностранных государств преследуется по закону. Вот, и к некоторым возвращенцам, которые воевали в Сирии или в Ираке, даже применяли в свое время меры наказания. Но сейчас принято в Европе действовать иным образом, и доминирует политика двойных стандартов. Когда речь идет об Украине, на которую Запад сделал стопроцентную ставку в интересах сдерживания России, то все средства хороши. И никакой реакции мы на это не видим. Мы привлекли внимание западных коллег, да и коллег в других странах, в других регионах мира, к тому, что украинские посольства на своих сайтах предлагают услуги оформления наемников для отправки их на Украину. Тем самым грубейшим образом пренебрегая требованиями венских конвенций о дипломатических сношениях и, в общем-то, дискредитируя статус дипломатического представительства. Ясно, что, понимаете, некоторые из этих наемников, они выступали в соцсетях и транслировались их заявления на некоторых телевизионных каналах. Ясно, что они никакие не добровольцы, ясно, что они поехали воевать за деньги, и ясно, что у них нет никаких прав в том, что касается защиты по международному гуманитарному праву. Они не комбатанты, и на них эти меры защиты не распространяются. Ну и что касается поддержки Киева со стороны Приштина, то здесь, по-моему, все понятно. Речь не идет о том, что Приштина, являя собой самопровозглашенная, криминальная, как все теперь понимают, квази-государство, думает, заботится о международном праве. Она просто хочет воспользоваться ситуацией, чтобы добиться признания своей псевдонезависимости и позиционировать себя чуть ли не главным союзником Соединенных Штатов и НАТО на Балканах. Наша позиция на отсчет хорошо известна. Мы предупреждали о недопустимости потакания неприемлемым действием Приштины. Всегда выступали за то, чтобы проблема Косова решалась в строгом соответствии с резолюцией Совета Безопасности 12.44. И когда Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году еще наделила Европейский Союз мандатом посредника между Приштиной и Белградом, у нас как-то зародилась какая-то надежда. И, вернее, это произошло еще раньше, а в 2013 году Евросоюз уже смог добиться подписания между Приштиной и Белградом договоренности о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово в 2013 году. Документ, который обеспечивал гарантии языковых, культурных прав сербов, прав в сфере организации местного самоуправления и особых связей с Сербией, с центральной, с основной Сербией. И до сих пор это сообщество сербских муниципалитетов Косово не создано. Когда мы напоминаем об этом нашим западным коллегам, они стыдливо молчат и говорят, что все остается на столе, но нужно терпеливо добиваться выполнения этого решения. Я считаю, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность как гаранта тех или иных договоренностей. Точно так же, как в феврале 2014 года Евросоюз гарантировал соглашение об урегулировании ситуации на Украине между президентом Януковичем и оппозицией, а наутро, когда оппозиция от соглашения разорвала, Евросоюз просто промолчал и стал как-то стыдливо ссылаться на некие демократические процессы и так далее. Точно так же, когда в 2015 году Франция и Германия вместе с нами подписали с украинцами договоренности, которые получили название Минские договоренности, и которые все эти годы Киев не то что не выполнял, они публично заявляли, что они не будут этого делать. Точно так же, как сейчас Курти заявляет, что он не будет выполнять договоренности о сообществе сербских муниципалитетов Косово. Во всех этих случаях Евросоюз гарантировал договоренность и полностью провалился. И я убежден, что он не будет оказывать давление на Приштину, чтобы заставить ее выполнить что-то, под чем в очередной раз подписался Европейский Союз. Поэтому и в том, что касается проблемы наемников, не будет Евросоюз, не будут Соединенные Штаты, никакого давления на Приштину оказывать. Соединенные Штаты чувствуют себя прекрасно, они под шумок создали крупнейшую на Балканах военную базу Бонстил, и поскольку Приштин никоим образом не подвергает сомнению дальнейшее сохранение этой базы, а наоборот заинтересован в этом, думаю, что Приштине будет прощаться все и позволяться все. РТС, Билина Радулович, пожалуйста. Не очень понятно, вне России, какова же цель специальной операции. Изначально говорилось о деноцификации, защите населения Донбасса. Сейчас кажется, что это не единственное, к чему стремится Россия, по крайней мере, из-за рубежа. Многие россияне не могут сказать, какие могли бы быть эти цели. Некоторые даже не в состоянии согласиться с обоснованностью этого конфликта. У каждого человека есть право выбирать свою позицию, определять свою позицию по отношению к тем или иным событиям, которые происходят и в его стране, и в других государствах. Что касается наших целей, я только что об этом говорил, это, безусловно, устранение угроз, которые были причиной гибели тысяч людей все эти долгие восемь лет. Устранение угроз для гражданских объектов на Украине, для школ, больниц, заводов, фабрик и так далее. Эти угрозы мы наблюдали при молчаливом согласии, по сути дела, Запада с тем, что делал украинский режим против населения Донбасса. Если сейчас Запад озаботился необходимостью уважать международные и гуманитарные права и спасать жизни людей, я это буду только приветствовать. Но нужно действовать таким образом, чтобы видеть причины, корни той ситуации, в которой мы оказались сегодня. А корни заключаются в том, что из Украины сразу после ее независимости, после ее выхода из Советского Союза делали антироссию. И вы можете убедиться в этом, просто ознакомившись с законотворчеством киевского режима, где, по сути дела, я уже сказал, полностью запрещен русский язык, и приняты законы и программы развития структур откровенно нацистского толка. Нацистская идеология, нацистская практика глубоко укоренены в украинском обществе. Украинская армия, вооруженные силы Украины пронизаны офицерами так называемых национальных добровольческих батальонов, которые публично проповедуют нацистские идеи, призывают следовать заветам Адольфа Эйфмана, небезызвестного в Европе по временам нацистского правления, и многое другое. У них даже символика, татуировки, все воспроизводят свастику и эмблемы нацистских эсэсовских батальонов. Поэтому, если мы хотим следовать европейским ценностям, я не думаю, что среди них есть место подобного рода идеологии и практики. И Европа, если она действительно не хочет оказаться в очередной раз в ситуации, когда ее захлестнет подобного рода волна, коричневая или любого другого цвета, который исповедуют неонацисты, должна этому положить конец. Здесь все гораздо серьезнее, чем просто решение какой-то одной проблем. Не может Россия согласиться с тем, что из Украины пытались сделать натовский форпост, напичканный ударными вооружениями против нашей страны. Не можем мы согласиться с тем, чтобы на Украине Запад всячески поощрял искоренение всего русского. И языка, и культуры. Где были наши западные коллеги, когда Украина запретила средства массовой информации из России, запретила российские каналы и распространение не только печатной продукции, СМИ, запретили книги, которые в России напечатаны. Потом закрыли три русскоязычных телеканала, непосредственно принадлежащих украинским гражданам. Сейчас, в последнее время, просто потому, что... Вот вы упомянули, что некоторые граждане России не согласны с тем, что сейчас происходит, высказывают свои озабоченности. А вот некоторые граждане России не высказывают озабоченности. Они просто занимаются своим делом. Я имею в виду журналистов, имею в виду деятелей культуры, искусства, спортсменов. А их сотнями украинская сторона заносит в санкционные списки. Вот буквально вчера очередные 46, по-моему, фамилии российских деятелей культуры, искусства, спорта, журналистики были занесены в черные списки украинского режима. И все считают это нормой. И все считают нормой, когда просто быть русским сейчас в Европе означает подвергать себя колоссальному риску, причем риску физической расправы. Такие примеры уже были. И наша задача состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность в Европе. Без пресечения попыток втянуть Украину в НАТО, без согласования гарантий безопасности, которые будут учитывать и интересы Украины, и интересы России, и интересы европейских стран, это сделать невозможно. Мы в этом убедились, когда еще в прошлом году, к сожалению, безрезультатно пытались начать серьезный разговор с США и НАТО о том, чтобы обеспечивать гарантии безопасности, в том числе гарантии безопасности Украины, без расширения Североатлантического альянса. Нас никто не слушал. И никто не слушал наше напоминание о том, что нам много раз обещали не расширять НАТО, когда шла речь об объединении Германии, когда Советский Союз и Варшавский договор прекращали свое существование. Нам врали просто в лицо. И сначала говорить начали, вот когда мы напоминали про те обещания в прошлом году, нам сначала сказали, да нет, таких обещаний не было. Потом, когда мы предъявили факты, сказали, да, ну было, но это же устно. А потом тогда речь-то шла о том, чтобы просто вас успокоить. Задачи-то были поважнее, чтобы Советский Союз закрылся и никаких не было последствий для этого в Европе. А значит, потом, когда все немножко успокоилось, по их оценке, можно было двигаться. Вот смотрите, они сейчас говорят, вы не должны бояться НАТО. НАТО – это оборонительный союз. Оборонительным он был, когда его создали. И НАТО защищает свою территорию нам, продолжали разъяснять. И мы понимали, где есть территория НАТО, когда была Берлинская стена, и бетонная, и воображаемая между НАТО и Варшавским договором. Но когда исчез Варшавский договор, когда исчез Советский Союз, НАТО решило, что теперь она хочет обороняться чуть-чуть повосточнее, потом еще чуть-чуть на восток продвинулась, и так далее, и тому подобное. Это что за оборонительный альянс, который сам определяет линию своей обороны. Причем, включая в себя страны, на которые никто даже не собирался, не то что нападать. Там мысли не было, чтобы этим странам угрожать. А сейчас господин Столтенберг, которого, видимо, Норвежский центральный банк не скоро дождется, и который остается во главе НАТО, уже заявляет, что НАТО должна нести ответственность за глобальную безопасность. Вот где рубеж обороны-то проходит. Вот где демократии превращаются в автократию, в диктатуру. И уже говорит, что нужно повысить роль Североатлантического альянса на просторах Индо-Тихоокеанского региона, как они называют Азиатско-Тихоокеанский регион, и прямо намекая на Южно-Китайское море. Вот где будет линия обороны проходить. Поэтому мы хотим, чтобы НАТО все-таки вернулось к здравомыслю. И у нас есть основания полагать, что сейчас наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны и их начинают понимать. А в этом случае будут влиять на киевский режим, который, конечно же, прислушивается, и на самом деле не только прислушивается, но делает все, что ему подсказывает на Западе. И надеюсь, что киевские переговорщики смогут проявить конструктивный подход, и мы сможем достичь на каком-то этапе нужного результата. А то, что эти переговорщики, как и киевский режим в целом, не самостоятельны, с фантастической такой, знаете, просто поразительной, наивной откровенностью, изложила моя коллега, госпожа Трасс, являющаяся министром иностранных дел в Великобритании, когда она сказала, мы должны, мы сейчас помогаем украинцам вырабатывать переговорную позицию. Ну, кто еще, как не Лондон, лучше всех знает положение дел в нашем общем регионе. И дальше она сказала, что мы должны давить на Россию еще и еще, удвоить нынешние санкции, а потом, когда начнутся переговоры, Великобритания должна быть той страной, которая обеспечит необходимые развязки. Поразительное, конечно, откровение, и я думаю, даже тут комментировать особо ничего не надо. Так что я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно сейчас присутствует, хотя по понятным причинам об этом слух они едва ли скажут. Билина Митринович Рашевич, газета «Политика», прошу вас. Прошу прощения, у меня были технические проблемы, сейчас все хорошо. Как вы считаете, не будет ли Белград идеальным местом для проведения переговоров по этой ситуации? Ну, вы знаете, Белград, я считаю, прекрасный город, и с точки зрения позиции Белграда, его статуса, он вполне подходит для любых переговоров любого уровня. Речь идет о том, что место для переговоров должно быть приемлемо для обеих команд. Мы вот три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую, несколько было проведено видеоконференций. Сейчас вот договоренность достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает вот ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград. Информационное агентство «Танюк», Марко Ивас, пожалуйста. Сейчас сербы вспоминают бомбардировки НАТО, и многие говорят, что аргументация президента Путина, использованная для нападения на Украину, идентична той, что Альянс использовал во время агрессии на Югославию. Как бы вы ответили на эти утверждения? Ну, вы знаете, западные наши коллеги, они славятся тем, что передергивают факты, даже не моргнув и не покраснев. И всегда стремятся свою позицию, свои требования обосновывать искажением реальной картины. Вот мы говорили про переворот, государственный переворот в феврале 2014 года на Украине, когда гарантии урегулирования данной Евросоюзом были растоптаны, когда пришедшие к власти неонацисты тут же потребовали отменить статус русского языка на Украине, тут же потребовали от русских убираться из Крыма, направили в Крым боевые отряды для штурма здания парламента. И только потом крымчане восстали против подобных атак и провели референдум. Так вот, Запад сейчас всю историю того периода начинает не с провала Евросоюза, подпись которого оказалось не стоящей для оппозиции, которая совершила переворот, и не с атак на русский язык и на русских, которые повели пришедшие к власти почисты. А Запад вот те события начинает отсчитывать от того, что он называет аннексией Крыма. Что на самом деле явилось не аннексией, а явилось свободным волеизъявлением, проведенным в результате государственного переворота, осуществленного при поддержке Запада. Но вот эти вот несколько недель до референдума в Крыму Запад просто вычеркивает из истории. Они начинают говорить, вот аннексия Крыма, поэтому и санкции. На самом деле они хотели наказать Россию за свои собственные провалы и за свою собственную неспособность выдержать обещания. Сейчас, смотрите, все, что происходит на Украине, они отсчитывают с 24 февраля, когда президент Путин объявил о начале специальной военной операции. Вот эти долгие годы издевательства над русским и русским языком и русской культурой на Украине. Долгие годы игнорирования российских обращений к НАТО и к Соединенным Штатам о недопустимости дальнейшего освоения территории, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией. Прямые призывы не допустить вступления Украины в НАТО, прекратить накачивать Украину оружием, прекратить создавать на Украине военно-морские базы, а теперь, как выясняется, еще военно-биологические лаборатории. Все это, все эти годы сейчас никто не упоминает. Просто говорят, вот Россия на ровном месте начала операцию против украинского государства. А то, что украинское государство в 8 лет плевать хотело на минские договоренности и бомбило города, поселки и убивало мирных граждан, это все за чертой, от которой сейчас Запад отсчитывает свое гневное, принципиальное позиционирование. Вот в чем происходит. Кстати, про биологические лаборатории. Я тут слышал, президент Зеленский давал интервью некоторым российским средствам массовой информации и на вопрос про биолабораторию, он сказал, что это все ложь, их не существует. Если Запад готов глотать подобного рода комментарии, ну, тогда, значит, наши впечатления о том, что из себя являет современная западная политика, лишь будут укрепляться. Есть документы, многие страницы документов, которые предъявлены нами в сайте безопасности. А президент Зеленский говорит, что это неправда. Давайте тогда вот передайте, пожалуйста, своим читателям, чтобы как-то они эту тему тоже затронули. Теперь о том, как развивалась агрессия в 1999 году. Сейчас ведь никто не вспоминает о том, как была использована миссия ОБСЕ в Косово во главе с американским гражданином господином Волкером. Когда он прибыл в деревню Рачек, где обнаружены были несколько десятков трупов албанцев в основном, одетых в гражданскую одежду. И он тут же, хотя не имел на этого никакого права, он просто провозгласил акт геноцида. Сейчас, когда сотни россиян подвергались, я имею в виду русских, этнических русских на Донбассе, подвергались 8 лет ну, собственно говоря, актом геноцида очевидным, нам говорят, вы не имеете права так характеризовать ситуацию, которая должна рассматриваться в Совете Безопасности, прежде чем будет провозглашен геноцид. А Украина даже по этому поводу обратилась против России в Международный суд, заявив, что мы злоупотребляем этим термином. А тогда господин Волкер, гражданин Соединенных Штатов Америки, возглавляя миссию ОБСЕ, обнаружив эти трупы, одетые в гражданскую одежду, объявил геноцид не от имени какого-то государства, а просто от своего собственного имени, потому что его статут главы миссии ОБСЕ, не давал ему никаких прав делать подобные заявления. Но именно на основе его противоправного заявления западные страны сказали, все, наше терпение лопнуло, мы бомбим Белград. И, как вы знаете, президент Байден в то время, будучи сенатором, заявил, что он требует начать бомбежки, он требует бомбить мосты через реку Дрина, ну, что, собственно говоря, потом и было, и было сделано. Так вот, впоследствии, как всем хорошо известно, специальная комиссия расследовала эту ситуацию в Рачике и обнаружила, что подавляющее большинство этих тел принадлежали боевикам армии освобождения Косово, так называемой. И впоследствии, после того, как они были убиты в боестолкновении, их переодели в гражданскую одежду. Но это уже никого не интересует, потому что дело было сделано, повод был найден, как пробирка Пауэлла в отношении Ирака, так и заявление Волкера в отношении Рачика стали бомбить Белград. И бомбили Белград не то, что объясняли, когда атаковали гражданские объекты, что у коалиции есть данные о занятии этих гражданских объектов вооруженными силами Сербии. Нет, просто бомбили мост, когда по нему шел пассажирский поезд, как вы знаете. Бомбили телецентр, и когда были возмущенные голоса о недопустимости такого отношения к средствам массовой информации, сказали очень просто, это не средства массовой информации, это структура пропаганды сербской, структура пропаганды, которая поддерживает боевой дух сербской армии. Это примерно так же, как вот много лет назад, когда во Франции отказались давать аккредитацию Russia Today и спутнику в Елисейский дворец на вопрос, почему вы так поступаете, почему такая дискриминация, нам ответили, а потому что это не средства массовой информации, это инструменты российской пропаганды. Понимаете, все вот эти приемчики, все эти объяснения, они давным-давно заготовлены, и означают они только одно, Западу можно все, он так думает, вернее, что ему дозволено абсолютно все, и он может выворачивать факты, как он желает, даже если эти выворачивания будут диаметрально противоположны от случая к случаю. Но в отношении того, что было в Белграде, конечно же, Запад весьма последователен, и то кровопролитие, которое там было устроено, убийство гражданских лиц в огромных количествах, но потом, как вы знаете, как и в случае с Ираком, где сотни тысяч людей гражданских погибли, и в случае с Югославией, потом западные идеологи и вдохновители этих агрессивных войн заявляли, что установление демократии стоило того, чтобы провести войну. Вот в отношении Белграда журнал The Time вышел с заголовком в то время, что бомбардировки Белграда позволили принести мир. Вот как это все описывалось. Так что двуличие наших западных коллег, оно хорошо известно, и мы, тем не менее, не уставали все эти годы призывать к согласованию таких норм и правил безопасности, которые были бы едины для всего нашего региона, для всего региона Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И 13 лет назад предложили, знаете, что мы предложили, заключить договор о европейской безопасности, который кодифицировал бы политические заявления на высшем уровне о том, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Нам сказали очень просто, мы, натовцы, не будем такой договор обсуждать, потому что юридические гарантии безопасности можно предоставить только в рамках НАТО. Все остальные пускай думают о том, как себя защитить и обезопасить. Вот такой, опять-таки, откровенно автократический подход демонстрировали наши коллеги еще вот в 2009 году. Коллеги, у нас остается время задать по завершающему вопросу. Бранко Влахович, вечерние новости, пожалуйста. Все мы свидетели информативной жестокой войны. Очень много, как сейчас популярно говорить, фейков, слухов. Главное управление разведки Минобороны в Украине недавно распространило тоже один из слухов. Вроде бы российские олигархи, раздраженные политическое руководство президента Владимира Путина обсуждают варианты его отстранения от власти. Также распространили слухи о его жестокой изолации, несмотря на это, что все мы видим его высокую активность. Недавно тоже были слухи насчет здоровья министра обороны Шойгу. Вы близко общаетесь, вы один из самых близких сотрудников и президента Путина, и у вас хорошие отношения и с министром Шойгом. Можете вы прокомментировать это, что с этим слухом они заполнили всю западную прессуну. Я знаю, спасибо. Я не хочу комментировать Бредятину, потому что это именно Бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, вот как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящие сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их озвучат. Это все откровенная ложь, все живы, все здоровы и все работают, как вы и сказали, регулярно это можно видеть на экранах телевизоров и в соцсетях, все правительство работает, вся администрация президента работает, исходя из интересов нашей страны, исходя из тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены. РТС, Билина Радулович. Сейчас мы больше не видим, чтобы кто-то пытался заниматься челночной дипломатии или успешно взял на себя роль международного посредника. Является ли это свидетельством провала дипломатии? Все эти годы. Во-первых, еще раз напомню, в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозицией. Это была вершина дипломатии. Наутро оппозиция плюнула в эту дипломатию и Евросоюз вынужден был эту ситуацию проглотить. Затем дипломатия достигла новых высот. Это было в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу. Кстати сказать, примерно тот же статус, который заложен в соглашении о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косове. Практически то же самое. И в том и в другом случае Евросоюз участвовал непосредственно в достижении такого дипломатического результата. И в том и в другом случае Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организации, которая способна выполнить то, о чем договаривается. Поэтому достижение дипломатии, сейчас вот там говорят дайте дайте шанс дипломатии. Конечно мы хотим дать шанс дипломатии, поэтому мы согласились на переговоры, которые сейчас возобновляются в Стамбуле. Но я вам привел примеры, а их еще множество этих примеров, когда достижения дипломатии разрушались нашими западными коллегами. Верить им теперь нельзя и никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое и в феврале 2014 года на Украине и в феврале 2015 года в Минске. Билино Митринович Рашевич, газета «Политика», пожалуйста. «Политика» как раз в одном из последних номеров посвятила рубрику «Тема недели» поиску ответа на вопрос «А был ли побежден нацизм в 1945 году? Почему большинство европейских государств не понимают эту цель России на Украине?» Это очень такой философский вопрос, он не ко мне. То, что неонацизм возрождался в Европе задолго до нынешних событий, это факт. То, что в Латвии каждый март организуются марши батальонов в Афан-СС и правительство оказывает активную поддержку этим маршам, это тоже факт. То, что на Украине сносят памятники тем, кто победил фашизм, то, что в Польше сносят памятники тем, кто победил фашизм, что в других странах Евросоюза оскверняются памятники героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, это тоже факт. И то, что устанавливаются на Украине памятники Бандере и Шухевичу, которые, по сути, были фигурантами Нюрнбергского трибунала, и это тоже все хорошо знают. И все это продолжается долгие-долгие годы. И я очень надеюсь, что теперь европейское все-таки сознание встряхнется, потому что на Украине вот эти тенденции возрождения идеологии и практики нацизма проявились особенно отчетливо. Там не ограничивались факельными шествиями, как это делали, и не ограничивались просто маршами, как это происходило в Прибалтике и в ряде других стран. Там сознательно создавали боевые отряды неонацистов. О том есть документальные свидетельства и фотоматериалы, видеоматериалы. И вот эти неонацистские военнослужащие внедрялись в ряды вооруженных сил Украины, чтобы брать там командные высоты. Это тоже хорошо известно. Ну и я убежден, что наши предложения, наши требования о том, чтобы все-таки не допускать нацификации Украины в любом случае это наш сосед, это прямая угроза для Российской Федерации. Но мне кажется, Европа должна об этом задуматься. Да, извините, и не только Европа, весь мир, но показательно, что когда мы ежегодно вносим резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, весь Евросоюз стыдливо воздерживается, а Соединенные Штаты и Украина многие-многие годы традиционно голосуют против. Задолго до этих событий. И объясняют это Соединенные Штаты Европы тем, что у них свобода слова закреплена в законодательстве. Вот вам и весь ответ. А то, что Нюрнбергский трибунал и его решения имели обязательное, носили обязательный характер, это уже никого не интересует. И последний вопрос. Марко Ивас, информагентство Танюк. Прошу вас. Благодарю. Обсуждается ли сейчас с официальными лицами вопрос о принятии сербскими властями на себя собственности над российскими компаниями? Если компания нефтяная индустрия Сербии не будет выведена из-под санкций ЕС, готова ли Россия уступить оставшуюся долю собственности в ней Сербии? На каких условиях? У нас очень добрые отношения. Вы знаете, какую роль играет нефтяная индустрия Сербии в экономике вашей страны, какую долю это предприятие приносит в бюджет Сербии. И я убежден, что решение будет найдено на основе договоренности между нашими странами и нашими компаниями. Нет никаких сомнений. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.